Что такое духовное единство между мужчиной и женщиной? Как его достигнуть? А, хороший вопрос. На самом деле, мужчина и женщина совершенно разные духовные практики имеют. Мужчина и женщина по-разному занимаются духовной практикой, и они вообще разные. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, мы разные вообще. Вот женщина, допустим, для нее духовная практика, это общение духовное. Для мужчины это молитва, аскеза, пост. Понимаете? Разные практики. И духовное единство между мужчиной и женщиной означает, что мы вместе верим в Бога. Бывают даже мужчины и женщины разные веры имеют. Все равно может быть духовное единство. Мы вместе верим в Бога, вместе хотим духовные праздники соблюдать, молитвы читать, правила какие-то, обещания Богу давать. Это называется духовное единство. Но делать они все будут по-разному. Даже молиться мужчина и женщина вместе не всегда могут. Потому что мужчина может громко очень молиться, а женщину она не может это слушать. Ну то есть женщина очень чувствительна ко всему, а мужчина, наоборот, бесчувственна. Поэтому даже вместе часто молитву читать не могут. Я когда молитву читаю, у меня две двери должны от жены отделять, чтобы звук приглушался. Иначе она не может возлеточиться. Слишком громко.